МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я не знаю, почему Азербайджан решил регулировать Нагорно-Карабахский конфликт путем этнической чистки, а не путем переговоров. Армейн Саркищан. Макрон сообщает о переброске 300 сирийских исламистских боевиков в зону Нагорного Карабаха через территорию Турции. Всеармянский фонд Айастан привлек для Арцаха более 16 миллионов долларов США. При раскопках на холме Кафин в Западной Армении был обнаружен храм. Дорогие соотечественники из города Москвы, я прощаюсь к военно-политическому руководству Республики Армения. Сегодня более 8 тысяч молодых людей Джавахка готовы выйти на передовое и встать рядом с героическим народом Арцаха. Они готовы идти, понимая, что будут бороться за историческую родину, за землю своих предков. Они понимают, что будут бороться за землю Вартана Мамиконяна и Нарекацы, Дореника Дамерчана, Карена Дамерчана, Вазгена. Они понимают, что будут бороться прежде всего за себя, за всех нас, за весь армянский народ. На очередном заседании парламента Западной Армении вечером 1 октября обсуждались ряд внутренних и внешних вопросов. В онлайн-заседании приняли участие президент Арманак Абрамян, спикер парламента Леонардо Басмаджан и премьер-министр Седа Меликян, представитель Арцаха в парламенте Западной Армении представил ситуацию в Республике Арцах за последний день. Обсуждены следующие шаги парламента Западной Армении. Онлайн-сессии будут проходить каждый день. Президент Арцаха Арай Карутюнян сообщил, что наградил высшим званием Героя Арцаха одного из легендарных командиров Карена Джилавяна. Я это сделал в рамках особого протокола, направив посредством радиосвязи обращения нашим военнослужащим, находившимся на различных участках фронта. Я принял это решение с учетом подвигов, которые были совершены им и возглавляемыми им подразделениями. И за важный вклад в дело защиты Родины написал он на своей странице в Фейсбуке. Артюнян отметил, что сегодня мы стали свидетелями героических боевых действий легендарных Явникнер, название воинской части в Арцахе, в результате которых не только были взяты необходимые стратегические высоты, но и врагу нанесен довольно значительный ущерб. И не только сегодня, но за последние дни. Увидев буквально несколько минут назад совершенный подвиг, решил наградить Карена Джилавяна высшим званием Героя Арцаха, пояснил президент. Президент Республики Армении Армен Саркисен дал интервью арабскому отделу BBC. В частности, президент заявил, они пытаются заставить армян покинуть территорию, где армяне исторически проживали с тех времен, когда Азербайджан не существовало как государство. В моем словаре это называется этнической чисткой, принуждением людей уезжать только потому, что они другой национальности не соответствуют той или иной квалификации. Это масштабная война. Я думаю так. Это кровавая война, война маленького, но гордого народа. Люди, которые доказали, что могут сражаться, никогда не проиграют. Они выиграли войну против Азербайджана. Я не знаю, почему Азербайджан вместо международного стола переговоров решил пойти путем этнической чистки армянского народа Нагорного Карабаха. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что более 300 сирийских исламистов переброшены в зону Нагорного Карабаха конфликта через турецкий Газиантеп и вовлечены в Азербайджан в военные действия. Как сообщает Эрненд Пресс со ссылкой на международные СМИ, Франция подтверждает, что это доказанный факт. Россия также владеет этой информацией. Об этом Макрон заявил на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС. Макрон добавил, что Франция находится в тесной связи с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ России и США и готовит с ними совместные мирные инициативы по ситуации в Нагорном Карабахе. Я могу заявить, что более 300 сирийских боевиков исламистов, ранее вывезенных из района Алепа, через турецкий Газиантеп перебрались в зону Нагорного Карабаха. Это установленный факт. Эти люди опознаны. Все они связаны с террористической группировкой исламского государства. Я обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путином, который подтвердил, что Россия также располагает этой информацией, отметил Макрон. Он подчеркнул, что поведение Турции неуместно для государства члена НАТО и подчеркнул, что такие действия недопустимы. Макрон отметил, что в этом случае красная линия уже пересечена. Всеармянский фонд Аистан и наши границы в рамках общенациональной кампании по сбору средств. Все для Арцаха уже собрано более 16 миллионов долларов. 27 сентября этого года Азербайджан начал активный артиллерийский обстрел на всей линии соприкосновения в Арцахе. По мирным населенным пунктам, включая столицу Степанакерт, мы решительно осуждаем агрессию руководства Азербайджана в отношении республики Арцах. Всеармянский фонд Аистан находится рядом с Арцахом. Было принято совместное решение начать общенациональную кампанию «Мы и наши границы. Все для Арцаха» по сбору средств, в поддержку наших сестер и братьев, которые твердо стоят в Арцахе. На данный момент было собрано более 16 миллионов долларов и продолжает значительно расти. Наш народ сплочен как никогда. Мы победим, говорится в заявлении. Во время раскопок места под названием Кахинбулур в провинции Арач Черноморского региона Западной Армении были обнаружены руины древнего храма. Консультант проекта Нурпери Айенгин сообщает, что во внутренних славях района есть важное поселение. В частности, отметил, мы обнаружили поселение, датируемое XII-XV веками до нашей эры. Мы думаем, что это было место поклонения, где люди поклонялись в определенное время года, делились своими охотничьими знаниями и лепили изображения животных. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Заим, ма, рэнчэц, каарин». «Заим, ма, рэнчэц, зэр, 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 унин, ма, рэнчэц, каарин». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...